Приветствую вас. Для начала давайте попробуем провести некую параллель между тем, что вы после трёх месяцев отношений, да, три месяца отношений, начинайте жить вместе с мужчиной в гражданском браке. Тем, что вам нужна стабильность, тем, что вас напрягает, как мужчина выстраивает с вами отношения, да, то есть скрывается, не афиширует, не называет, и тем, что вы не задаёте вопрос. Да, психолога. Не задаёте вопрос. Мила. Нас зовут Мила, а вы, ну, мы уже задавали какие-то вопросы, вот. Значит, по сути, у вас все вопросы, я думаю, похожи. Вот какая связь между этими элементами, да? Подумайте об этом. Связь. Что объединяет, да? Следующее. Это... Чего вы хотите от психолога? Какой запрос? Потому что его нет. Это позволяет вам вольно интерпретировать то, что мы вам скажем. То, что мы ответим вам. Вам. И, в свою очередь, вольная интерпретация позволит вам защититься. Вероятно, остаться в зоне своего комфорта. Как это происходит сейчас. Потому что... Вы... Ну, вас напрягает, но вы... Не делайте. Не делайте ничего. Да? Не делайте ничего. Для того, чтобы это изменить. Вот. Нужно подумать, что это за зона комфорта. И как... Как эта зона комфорта, она... Вам помогает. Какую выгоду дает. Это второй момент. Момент. Далее. Гражданский брак. Вообще... Любопытно было бы узнать, с какой целью вы вступали в гражданский брак с мужчиной после трех месяцев встреч с ним. Вот. То есть... Конечно... Ну... Хотел... Хотелось бы... Узнать. О том, что именно... Что именно за этим... Скрывается. скрываются. Вот. Да, что именно, что именно вы в это складывает. Вот. Дальше идем. Вы пишите, после семи месяцев семейной жизни. Знаете, семья как институт появляется после заключения брака. Вот. То есть, когда люди создают семью. А вы считаете, что вы создали семью? Мило. Что вообще двигало вами вступать в гражданский брак? Любовь? Не знаю, вы про любовь ничего не говорите. Что? Дальше, значит, мы разошлись, значит, после семи месяцев из-за непонимания конфликтов. Ну, здесь хочется сразу сказать, что как бы мужчина ваш себя не вел, что бы он не делал, если по итогу, да, вот если по итогу конфликтов не было принято каких-то решений, да, то есть, если мужчина, например, ну, не сказал, допустим, что, вот ты знаешь, я там понял, что был не прав, например, да, или что-то вот такого, такого, что-то такого типа, вот, то конфликты постараться. Конфликты постараться. Вот. Ну и совершенно очевидно, что в этом случае не имеют никакого вообще смысла вам встречаться, потому что выводов никаких не сделано, по сути. Вот. Именно выводы не сделаны. А раз не сделаны выводы, ну, значит, все это повторится снова. То есть, конфликты, они повторятся снова. Вот. И, по большому счету, вы опять будете ссориться и опять разойдетесь. Вот. То есть, еще раз, еще раз. Если возникла ссора, да, если возникла ссора, ссора, если были конфликты, то нужно именно разрешение конфликтов. То есть, нужны решения, нужны какие-то выводы, нужны какие-то изменения. Вот. Да. Если этого нет, то, соответственно, отношения обречены на провал. Ну и, естественно, чувства, о чувствах, о чувствах я еще скажу сейчас. Вот. Молодой человек, значит, бывший парень ищет встреч, просматривает страницу в соцсетях мою жизнь, звонит, созвонил всегда с другими девочками, объясняет о необходимости интима, но не более. Так. Ну, здесь, с одной стороны, мужчина находится в своем праве, то есть он, значит, ну, то есть он, расставшись с вами, может приспать с другой. Это нормально. Но, с другой стороны, с другой стороны, если он это может позволить себе, при этом имея чувства к вам и пытаясь с вами сблизиться, то возникает невольный вопрос, а не использует ли он вас, да, не использует он вас для своих целей. Вот. Ну и ваши отношения к тому, что он, что мы необходимы интима, это тоже важно. Вы пишите, сейчас вы начали общаться на протяжении недели. Зачем? Почему? Как? Вот вы, Мила, с какой целью начали общаться с ним на протяжении недели? Для чего? Все хорошо, хорошо вместе, но наши отношения парень называть никак не хочет, то есть не пары, но и не чужие. Да, он не хочет называть отношения, потому что если он назовет отношения, тогда опять на него возложит ответственность, с которой он не справился и, собственно, туда, из-за которой он расстался с вами. Так что, да, мужчина не хочет называть ваши отношения отношениями. А это означает, что, по крайней мере, им никаких решений принято не было. По крайней мере, им. Дальше. Обещает он это тем, что ему надо время и, возможно, всё придёт со временем. Возможно. А, возможно, не придёт, да, Мила? То есть вы должны ждать человека. Опять же, это своего рода эгоизм здесь. И уж точно. А если, возможно, придёт, то зачем тогда? Он ищет с вами стрэнч. Чтобы спать? Чтобы использовать вас? Чтобы что? Ну, вот если он сейчас не готов, так и логично, что ему нужно было быть без вас. Вот. Так, неоднократно разговаривала с ним. Это для меня неприемлемо. Это ни к чему не обязывающие вечера. Мне нужна стабильность. Вот опять же. Понимаете, с одной стороны, вы говорите, что вам нужна стабильность, и это ваше личное ответственность за то, что вам нужна стабильность. Что эта стабильность не должна зависеть от людей других, да? То есть почему-то вы чувствуете себя нестабильно. Что-то вашей личности нарушено. Да? Какая-то дисгармония наблюдается. Откуда она? Каковы её природы? Как её скорректировать? Это уже нужно разбираться. С другой стороны, вы пишете, что неоднократно с ним разговаривала, что для меня неприемлемы эти вечера. Так, извините. Вы противоречите себе. Если для нас неприемлемы эти вечера, то, извините, вы на них согласились уже, да? Вот. И теперь вы что-то говорите. Конечно, это снижает доверие к вам и к вашим вашим словам и к тому, что вы делаете. Это нужно учитывать. Обязательно. То есть есть позиция. Например, позиция говорит, что неприемлема. Но тогда и соглашаться не надо, наверное. Логично. Ну, вот как вы считаете? Станы. Дальше. Мне нужна стабильность. Он просит меня его не торопить. Это... Знаете как? Не обязательно использование вас, да? Не обязательно это его эгоизм, но это как минимум неуверенность и нерешительность. Да? И кроме того, вы не сказали ничего про то, решили ли вы конфликты свои, пристеливая к каким-то выводам относительно этого. Вот. Вы пишите. Мы скрываемся от знакомых и родных. Не обещаем наши встречи. Не мы. Вы скрываетесь миром. Вот лично вы скрываетесь. Лично вы стыдитесь. Лично вы для чего это делаете? Вопрос в том, для чего? Боитесь его потерять? Боитесь быть одна? Все. Нужно с этим разбираться. Тоже. Дальше. Вы говорите. Уживание напрягает. Чем? Если напрягает, то чем напрягает? Понимаете? Потому что я понимаю, что напрягает. Я могу понять, что напрягает. Но и вы, как бы, вы сами, сами, эту ситуацию создаёте. По факту. Это противоречие. Это противоречие и это отсутствие своей позиции. Вот. Вашей позиции. То есть, если вас напрягает, то нужно разбираться с чем, что именно напрягает. По какой причине. И что, собственно, вы, ну, делаете, чтобы не напрягало, да? С одной стороны. И с другой стороны, не нужно говорить мы. Не мы. Не мы скрываемся. Скрывайтесь вы. Только вы. Ну, потому что это происходит с вами. Вот. И, соответственно, за это нужно взять ответ на себя. Но вы не задаёте своего вопроса. То есть, вы не говорите, что вы в этой ситуации хотите делать. И я так полагаю, что пока вы не готовы что-либо решать. Я даже рискну предположить, что вы зависимы от него, что вы нуждаетесь в нём, что вы хотите быть с ним. Створировать ваша потребность в стабильность, да? То, что вы нуждаетесь в стабильности. Вот. Это очень серьёзно вас как-то сбивает с толка. Вот. А мы что? Ну, потому что делает зависимой вас, опять же, да? То есть, сами стабильность, то есть, вот, ответственность за свою стабильность вы брать не хотите на себя, считая, что это должен мужчина делать. А это не так. Вы в ответе за себя. Поэтому, сперва разберитесь, разберитесь, для чего вам стабильность, как вы её понимаете и как вы можете её достичь, а уже потом строите отношения. Дабы не было вот такой ситуации, да, что мужчина там свои какие-то условия продвигает, да, отношения. Мол, ты меня не терапи, я буду с тобой, но ты меня не терапи, вот. А что значит не терапи, он же в отношениях с вами, с вами, с вами, ну и что значит не терапи, в отношениях с тупил, нужно за это отвечать. А он не отвечает. Он не отвечает и вы не отвечаете тоже, вот. Ну и последнее, это чувство, ваши чувства к нему, потому что если у вас есть любовь к нему, если вы его любите, то вам его нужно просто принять таким, как он есть, вот. Если вы принять его не готовы, то, соответственно, ну нельзя говорить о том, что у вас к нему именно любовь. В таком случае это просто потребность, это просто желание ваше. Ну вот это уже совсем другой разговор. То есть подумайте, что вы хотите для человека, ну для вот мужчины, что вы хотите для него, как вы его воспринимаете, в каком контексте вы его воспринимаете. Вот. Это важно. Очень важно. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если вы сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи.